всем привет с вами азбука от семантики я вам расскажу сегодня что такое оптимизация сайта оптимизация сайта делится на внутренней оптимизация сайта технической оптимизация сайта оптимизация контента сайта ссылки оптимизация ссылочного против движения сайта оптимизация метатегов но метатеги можно отнести контенту но мы их выделяем отдельно то есть 5 пунктов оптимизации сайта вы когда начинаете работать и вы должны эти пять пунктов сделать равновесными чтобы они обязательно были все проработаны в определенный промежуток времени чтобы не было такого что у вас вроде техническая составляющая сайта проработана контент не оптимизирован или вы до контента только через год дойдете то есть это не даст в продвижении сайта ничего поэтому когда вы работаете вы делаете ежемесячный план чуть-чуть отсюда вы чуть-чуть отсюда ва чуть-чуть отсюда поработали над контентом проверили техническую что какие возможны процессы такие за параллели допустим у вас пока копирайтеры пишут текст вы отдали в мастеру настраивать техническую составляющую сайта сами собираете ядро сами прописываете тайтлы и тут вам подъехали задачи от ваших помощников условно говоря вы это все загрузили на сайт вот в принципе сайт оптимизирован как только сайт оптимизирован вы его сделали в какое-то состояние вы его добавили в продвижение после того как появились первые результаты продвижения вам необходимо оценить вашу оптимизацию правильно ли вы все сделали то есть может быть какую-то составляющую из вот этой оптимизации необходимо скорректировать в соответствии с полученными результатами то есть это вот такой вот итерационный процесс оптимизировали сайт по всем направлением с посмотрели результат в поисковых системах а так значит тут видим предполагаем что ссылки не до кучи тут тексты поменять тут тайтлы тут еще что-то оптимизировали обратно опять продвигаю ну не то что опять посмотрели результаты поисковых систем да хорошо это не хорошо эта страничка лучше сработала эта страничка не лучше сработан и вот так вот оценивая точки оптимизации и после получения обратной связи от поисковых систем вы будете понимать какие были допущены ошибки что необходимо доработать на что обратить внимание ну вот самые базовые вещи это посмотреть или кабельность на серпе посмотреть уникальность контента посмотреть вашу техническую оптимизацию 7 технические параметры сделаны посмотреть ссылки хватает не хватает сколько конкурентов как конкурентов вот вот так вот и по шагам по шагам по шагам с полученной обратной связи от поисковых систем вы будете понимать правильно оптимизация сайта сделано неправильно оптимизация сайт сделано и тут необходимо быть готовим к тому что вы можете сделать что-то не то но и не нельзя пускать руки и нельзя откатываться прекращать делать то есть вот это вот при оптимизации сайта при работе надо патимизация сайта нельзя бросать надо планомерно вот прям как в школе прям начинаешь с первой четверти да там до последующих ходишь ходишь ходе делаешь 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 что-то исправляешь и вот ваши усилия плановые усилий ну как повторяющиеся усилия дадут результат именно в оптимизации сайта в общей оптимизации сайта статьи мы там раскрываем более подробно по каждому пункту какая оптимизация что туда входит я вам скажу ну подытожим вот это все распределяйте нагрузку в оптимизации сайта параллельте процессы узкую для того чтобы быстрее получить обратную связь от поисковых систем и скорректировать вашу вашей работы по оптимизации сайта а на сегодня все с вами была азбука семантики все видео доступны у нас на сайте подписывайтесь обучайтесь обращайтесь